Denica UA Приветствую вас на канале магазина Denica UA. В этом видео я расскажу об интересной модели телевизора от LG. LG B1 OLED – заметный представитель OLED TV из модельного ряда 2021 года, сохранивший в себе все преимущества устройств этого типа. Он выпускается с диагональю экрана трех размеров – 55, 65 и 77 дюймов. Рядом со мной находится 65-я диагональ. Полное название – LG OLED 65V13. LG B1 выглядит стильно. Дизайн схож с моделью C1. Разница лишь в подставке. У B1 она из пластика. Рамка очень тонкая, всего 0,9 см. Телевизор воспроизводит контент любых разрешений вплоть до 4К. Изображения с более низким качеством быстро масштабируются. Как и все OLED-устройства, LG B1 может отключать отдельные пиксели. За счет этого достигаются невероятно глубокие черно-чернильные тона. И это обеспечивает высокую контрастность изображения. Благодаря данной особенности этот телевизор отлично подходит для просмотра фильмов даже в чрезвычайно темном помещении. Среди других плюсов, типичных для OLED-дисплеев, стоит выделить широкий угол обзора. К минусам можно отнести небольшую яркость. Для обычного HDR она достаточно, а для HDR нужно показатель повыше. Глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц. Не зря многие выбирают OLED-телевизоры. Зрители подкупают их бесконечная контрастность и великолепная цветопередача. B1 хорошо справится с бликами и отражениями, но не сможет противостоять прямым солнечным лучам. Кроме этого, у данной модели предусмотрен агрессивный автоматический ограничитель яркости. Smart TV работает под фирменной оболочкой WebOS 6 версии. Можно наблюдать множество виджетов и приложений. Новый пульт дистанционного с голосовым управлением Magic Remote чуть изменился внешне. Для геймеров в LG OLED B1 предусмотрена поддержка VRR, а также есть входы HDMI 2.1, с помощью которых можно подключать консоли последнего поколения. Как и всем OLED-дисплеям, LG B1 OLED присуща минимальная задержка ввода. Она составляет от 0,2 до 3,1 мс. Это обеспечивает чрезвычайно плавное движение на экране и сводит возможное размытие изображения к минимуму. B1 имеет четыре порта HDMI, но только два из них, как упоминалось выше, имеют версию 2.1. Кроме того, третий вход HDMI поддерживает реверсный аудиоканал. На задней панели также находятся три порта USB, порт LAN Ethernet, антенные входы, оптический аудиовыход и разъем для наушников 3,5 мм. Беспроводная связь обеспечивается встроенными адаптерами Wi-Fi и Bluetooth версии 5. Звук у этой модели тоже хороший, слышатся глубокие басы. Мощность составила 40 Вт плюс сабвуфер. Звук будет передаваться вместе с видеоконтентом по HDMI. Кроме этого, телевизор поддерживает форматы Dolby Digital и Dolby Atmos, которые обеспечивают минимальные потери качества при сжатии дорожек. На наш взгляд, OLED B1 получился достойной моделью, особенно радует возможности для геймеров. Наслаждайтесь богатством цветов, глубочайшими оттенками черного и, следовательно, наиболее реалистичным изображением. Друзья, что вы думаете о рассмотренном OLED? Жду ваше мнение в комментариях. Цены на все диагонали по традиции можно узнать в описании к видео. Пока! Деника Юэй!